Всем привет! 24 июля. У нас немножечко отступила жара. Позавчера у нас прошел дождик такой, достаточно хороший. Ночью и начался, и в принципе шел почти целый день. Моросил, но промочил. И у нас такая свежесть появилась. А то, знаете, 40 градусов было. Все спрашивают, как там у нас помидоры. Помидоры у нас, в общем, которые на солнце, конечно, очень зажарились, почти без листьев, которые в тенечке получше выглядят. Ну, все по-разному. Ну, помидоров нам хватает. Очень много у нас помидоров. Вот видите, у меня гибискус такой распустился. Гибискус травянистый такой, огромный куст. Такие цветочки, ничего. Выстоял даже дождики. Много-много еще бутончиков. Ну, пойдемте собирать помидоры. Начнем мы с красного факела. Сейчас я ящичек возьму. Я вот обещала вам показать, да, красный факел. Андрей его распробовал. Вот, смотрите, они такие красивые, зеленые, такие огромные деревья, да. И, знаете, я не знаю, или они на погоду нормально реагируют, но однозначно в следующем году я их буду сажать. Андрею они очень понравились по вкусу. Мне они нравятся вообще по уходу и вообще. Ну, в общем, красивые такие помидорки. И самое главное, вот вы запомните, вот эта грядка у нас вот такая вот зеленая. Здесь практически я не обрезала листья. То есть здесь лист даже и не болеет, да. И вот они у нас все плодоносят. Вот такие вот помидорки. Легко очень они отрываются. Вот такие они красивые. И он, конечно, нас будет радовать очень-очень долго. Видите, как вот они выглядят пустые, да. То есть, в общем, зелененькие, красивенькие, здоровенькие и очень вкусные. Дорогие. Да, и очень дорогие. Сколько там было семечек? По-моему, пять или шесть? А, десять семечек было, да. И стоило он больше 120 рублей. Что-то около, не помню я. Мы еще покупали такие помидоры джекпот. Ну, из пяти семечек, тоже за такую же цену, вышел всего лишь один. Вот он у меня тоже там отдельно растет. Здесь они у нас на целине. Кстати, точно могу сказать. Нам просто уже не было места, куда их сажать, да. И то есть мы здесь между грядками вскопали целину. И я их вообще не кормлю. Ничем, ничем их не кормила. Но здесь, знаете, что? Наше чудо-косилка, ну, вот, которую мы вам показывали, которая так шикарно мельчит травку, она, в общем, вот, мы просто между ними вот заваливали, заваливали вот этой травой. И мне кажется, им тоже это послужило таким хорошим питанием. Они, кстати, вот, красный факел, некоторые вот тут зелененькие лежат внизу, они могут сорт проявлять вот такую вот ребристость, да, как бы похоже немножко на пузатую хату. А так в основном они вот такие вот, видите, какие гроздищи. Здесь у меня они в два ряда посажены. Я спокойно между ними хожу. И, кстати, мне понравилось вот этот вот способ вот вокруг палочки. Это у нас была лишняя арматура осталась. И Андрей вот напилил палочек. И мне, кстати, так удобно и нормально. Ничего, по два кустика, где-то по одному, где-то по три куста посажены. И очень вот они хорошо себя тут чувствуют. Ну, вот такой красивый красный факел. И вот смотрите, как он долго будет радовать. Смотрите, вот какие они вот везде, везде, такие гроздищи висят. Там оранжевенькие снимать не будем. В общем, он долго будет нас радовать. Ну вот, а теперь пойдем на грядку. Запомнили, какое там красивое и зелененькое? А теперь пойдем на самые солнечные грядки. Смотрите, какой ужас! Ну, мне может быть и стыдно, конечно, да? Такие уже кусты показывать. Ну, знаете, это, как вам сказать, вот эти вот две грядки, и особенно это, они у нас убираются самые первые. То есть вот они быстро, резко вот так вот отплодоносили, можно сказать, махом созрели. Видите, даже лист я уже не обрезаю после этой всей жары. Такой лист. Ну, уже практически нету листьев. Это ужас, конечно. Ну, мы на ней массово соберем сейчас. И что мы будем с этим делать? У нас уже полная кладовка. Что мы с этим будем делать? Мы с этим будем делать сок. Потому что уже мы просто наготовили столько всего, что, ну, в общем, осталось теперь только делать сок. Ну, и если еще, может быть, потом мы сделаем леча. Но у нас первый год в этом году, что у нас заканчиваются банки. Реально! Мы столько всего накрутили. Вроде бы только конец июля, но у нас реально заканчиваются банки. И здесь, конечно же, они и подпеклись. Честно, вот они пеклись. Какие-то подпеклись помидоры, да. Какие-то мы отсюда даже особо, как бы это, на еду так брали самые красивые. Ну, здесь в основном гравитет. И что у меня здесь? А, и сливка сол, да. То есть, вот. Нормально, ничего, они плодоносили. Сейчас мы их соберем. Видите, на них уже практически зеленых нет. Меня это уже радует. В конце июля, знаете, уже все охота это. Начинать уже что-то вырывать, очищать грядки. И будто они здесь сейчас дозреют у меня буквально за две недели. Я это все без сожаления уберу, посажу сюда сидираты. А потом мы на зиму опять посадим сюда свеклую морковку. То есть, вот. Конечно, их много. Но вот они вот в таком вот виде. Но у меня еще, знаете же, да, от гравитета по всему огороду раскидана куча-куча пасынков, которые с шикарнейшими гроздями. И они нас еще будут долго кормить. То есть, на еду мы не останемся без помидор. Не переживайте. А вот это сейчас мы все пустим на сок. Сок мы, как мы делаем сок, вот мы их сегодня соберем. Но сегодня сок делать мы не будем. Они у нас до завтра полежат. То есть, ночью они как бы полежат. Потом, вы знаете, они становятся сочнее. И для сока это вот самое то. И тем более у нас сегодня Катя с Ильей тут лазают по лесу и собирают алычу. И завалили нас уже алычой. Вкуснейшие желтые алыча. Вот они уже ведро принесли. Пошли снова за ведром. И мы сегодня еще накрутим компота. Хотя, честно сказать, вот правда, вот уже как бы за 5 лет накуплено столько банок, что в том году, в принципе, мы маленьких баночек даже и больших не покупали, трехлитровых. А вот купили только маленьких. Поллитровых, 700-граммовых. А сейчас у нас вот кончаются даже трехлитровые. Потому что, знаете, да, клубники было много. Морозилка не резиновая. И мы очень много сделали компота из клубники. Вишню собирали также. Тоже накрутили компота. И вот сейчас вот сок. Кстати, я же сперва посажу, а потом начинаю читать, что посадила. Про гравитет я прочитала. Он, оказывается, всего 60-70 дней. Поэтому вот он так быстро у нас первым и созрел. Поэтому мы так быстро его начали кушать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, разгрузили эту грядку. В общем, я срывала только те, где вот действительно уже отсох этот, как называется, ну, на чем держится помидорка, то есть, которые уже точно все зрелые, сами отваливаются. Ну вот, видите, сливка сол. Грядочка у нас всего лишь 2 на 4 метра где-то, да? И вот, видите, с этой грядки вот гравитет. Это все гравитет и вот сливка сол. Так что очень они такие плодоносящие и будут еще зреть и зреть. Ну что, дальше у нас грядка. Это идет у нас розовый спам. Не скажу, что они очень урожайные, но вкусные, тоже вкусные. Это розовый помидор. И тоже они такие достаточно плодоносные. Вот это вот розовый спам. И вот, видите, у них листва такая зелененькая. Сперва они вроде бы как бы закрутились все, а вот дальше там идет Линда и Пимбуш. Вот это вот Пимбуш или Линда, вот я уже путаюсь. Но они тоже розовые, вот они вот такими вот тоже гроздями висят. Ну вот сейчас еще их соберем, тоже самые спелые. Они тоже будут радовать достаточно долго. Так что, в принципе, можете такие брать. Мне вот очень нравятся сол и гравитет. Ну, а эти розовые тоже вкусные помидорки. Ну, я не скажу, что он совсем розовый спам, уж прям не урожайный. В принципе, мы с него тоже уже и кушаем. И, в общем, нормальные, ничего. Грозди хорошие, достаточно крупные такие помидорки. И еще очень-очень много зеленых. Но у них вот созреваемость, то есть если вот сказать правда про гравитет, как это говорят, его выращивают на продажу, да, то есть у него более такая массовая созреваемость. А вот эти нас будут очень долго кормить. То есть кушай и кушай. Вот они будут зреть и зреть, и зреть и зреть, ешь, ешь их такой массовой созреваемости. Даже на одной кисти, если вот гравитет там на одной кисти сразу все зрелые, То у розового спама даже кисти совершенно разная созреваемость То есть и зеленые, и уже мы вот здесь снимали И тем не менее они, в общем, не так они зреют Не знаю, как это объяснить по-научному Ну вот, разгрузили мы две эти грядки Просили показать пузатую хату Мы позавчера собрали с пузатой хаты целый ящик Мне нравится пузатая хата Я становлюсь эстетом помидорным В общем, тут сегодня собирать особо нечего Но вот если только вот здесь Я сегодня, именно сегодня вот в обед Вот видите, они легко как срываются Именно сегодня в обед я распробовала пузатую хату Сегодня резала я, и вот мне реально понравилась пузатая хата Там нет вот вообще этих, как называется, пустот, ничего, да? Вот прям одно-одно мясо, и очень вкусное В общем, нам, в принципе, здесь нечего собирать Но очень-очень нормально, ничего Вот я помните, что-то ругала О, Андрей, я нашла твою губку Ну, в общем, как бы ничего, нормально, очень-очень много висит Причем вот есть такие экземпляры Вот такой вот, вот вы видите, вот такие есть Вот просто экземплярище А, все зрело, да, вот Вот такие вот нам попадают помидорище Ну, конечно, вкусные Пузатая хата у нас будет долго, не буду я ее собирать И этот, ну, эти всякие там мичурин, которые у нас насажены по всему огороду Они еще зеленые Ну, вы хотели посмотреть этот, как называется Монгол карлик? Ну, такой он страшненький Ну, давайте мы его покажем Мы срываем, кушаем его Андрею он понравился, да? Ничего так? Нормальный, да, помидор? Ничего, очень даже ничего Ну, кустики очень страшненькие Не нравится, видать, им климат Ну, пойдемте, мы покажем В общем, вот он, монгол карлик Вот такие вот у него кусты Вот он, понимаете, он весь вот здесь вот собирали помидоры В общем, он весь падает на землю Вообще, я знаю, что его выращивают на пленке То есть, вот у него такие огромные вот они помидорины Он такой очень ломкий И вот они все внизу Вот у них один корень этого куста И они вот так вот все внизу Здесь, конечно, очень солнечное место Они очень у нас здесь пекутся И, ну, честно сказать Вот, не знаю даже Мне он в выращивании не очень нравится Вроде так и много помидор, да? Но мне вот как-то он не очень красиво нравится Что вот он так растет Вот надо поднимать кусты, смотри, чего там созрело Ну, я знаю точно, что его выращивают Как клубнику на пленке Или на ткани И он, в общем, не касается земли, да? И как бы вот так вот повыше В таких горбах прям вот его сажают горбами На горбу, как клубнику И он не касается, получается, земли И, может быть, он лучше Ну, поскольку это сортовой помидор, да? То есть, с него можно взять семена Может быть, я оставлю там какие-нибудь Видите, я сюда даже без ящика пришла В общем, я его, может быть, оставлю на семена И, может быть, в следующем году куда-нибудь его там посажу И вот отдельно еще один кустик не влез Он вот у нас тут отдельно растет Тут под виноградом Ну, вот он как бы получше себя чувствует Такой он Не скрутило у него лист Получше себя чувствует Ну, что-то мне как-то не очень По выращиванию не очень Андрей говорит, вкусный Но по красоте мне не нравится Не нравится мне такой огород Вот такие вот какие-то чопики какие-то стоят Или как это назвать? Как назвать? Какие-то холмики взъерошенные стоят В общем, не очень нравится Ну, вот, в принципе, все На завтра у нас день озадачен полностью Ой, будем гнать сок А пока мы собирали помидоры Катя притащила два ведра Вкуснейшие желтые лычи Поэтому сегодня нам опять же не отдохнуть Мы будем сейчас вот катать лычу Сейчас офигенно вкусно Я прям спела-спела Ну, вы видали, Катя нам набрала Пока мы помидоры собирали Ну, правда, намного быстрее, чем я собирала помидоры Это у нас тут за забором, короче В заброшке растет вот такая лыча Вся она усыпанная Очень-очень вкусная Вообще очень вкусная Прям не остановиться кушать Вот мы будем с нее сейчас крутить компот Не только компот А, ну, это папка Ну, я буду крутить компот А папка хочет Что ты будешь ставить? Самогонку А, самогонку Папка все на самогонку Значит, надо Катьку снова выгнать За лучо еще Ну, ладно, накрутим сколько-нибудь Ну, вот, а это вот наш урожай помидорчиков На сегодня Вот видите, некоторые подпеченные Ну, в принципе, нет Мы все унесли курям Все плохие Это борода Так называемая Но все плохие мы Сенечка у нас носил курям Да, Сеня? Да Сеня, молодец Все запекшиеся А это вот все хорошие Ну, что? Спрашивайте, да? Там какие? Отличный гравитет Не перестану хранить Вот мне он хвалить Нравится Красный факел тоже нравится В принципе, нравится И этот розовый спам Розовенький В общем, все нравятся Сливка сол Замечательно Так что, в принципе, все устраивают Но, в общем, вот так вот Вот Ну, все, что смогли Показали вам про помидоры Собираем Собираем Все просто спрашивайте Ну, ладно Че Всем тепла Здоровья До новых встреч До новых встреч